Более 90 тысяч рублей неуплаченных налогов и необоснованное посредничество – такие дополнительные нарушения в бизнесе столичного предпринимателя, который, кстати, уже отбывает срок, выявили новополоцкие сотрудники ДФР. Как выяснилось, еще до суда коммерсант поставлял сырье и оборудование на винодельческие заводы Витебской области. На первый взгляд, все выглядело весьма законно, но оперативники установили, что под видом легальной схемы бизнесмен занимался необоснованным посредничеством. Ведь после того, как товар оформлялся с помощью так называемых «финок», его стоимость возрастала минимум в два раза. Стоит ли говорить, что большая часть этой прибыли оседала в кармане идейного вдохновителя серой схемы? Тему продолжит Юрий Шевчук. Более детально проверить деятельность человека, который уже отбывает наказание за экономическое преступление, оперативники решили несколько месяцев назад. Их внимание привлекла странная схема поставки сырья на винзаводы Витебской области. Дело в том, что в цепочке производитель-покупатель было слишком много лишних звеньев. Через свои подконтрольные субъекты хозяйственные я поставлял на винодельческие заводы Витебской области товарно-материальные ценности, также сырье и оборудование по завышенным ценам. Как выяснилось, товар закупался в России и привозился в Беларусь. Вот только не сразу на завод, а на лжепредпринимательские структуры. После того, как финки оформляли груз, его цена вырастала минимум в два раза. На само же предприятие продукция приходила с минимальной наценкой, а иногда и вовсе без нее. Данный предприниматель попал в поле зрения правоохранителей еще в 2015 году. Он уже осужден за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, уклонение от уплаты налогов, а также за превышение власти или служебных полномочий. И отбывает наказание в одной из колоний Витебской области. Стоит ли говорить, что такое партнерство было ориентировано в первую очередь на максимальный личный доход создателя серой схемы и минимальные платежи в бюджет. Уже подсчитано, что нелегальная схема предпринимателя помогла ему сэкономить на налогах 90 тысяч рублей. Сейчас в отношении ранее осужденного возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Но правоохранители не исключают, что на этом таланты фигуранта могли и не закончиться. Сейчас оперативники устанавливают его у возможных подельников. Юрий Шевчук, Виталий Селявка, Зона Икс.